Субтитры делал DimaTorzok Мы сегодня начинаем сбор подписей. Инициативная группа зарегистрирована. Насколько я знаю, сегодня утром, кто-то даже ночью начали сбор подписей по всей стране. Да, мы не имеем административного ресурса, который имеют власти. Мне ночью вчера скинули фотографии с Интерей, например, где Демпартия собрала уже все подписи. То есть не успели еще листы подписные доехать. У них уже все готово. Они уже ставили вчера вечером печати в Примарии. Но мы знаем, что у нас есть сотни тысяч сторонников по всей стране. Насколько с утра меня проинформировали, нет никаких проблем со сбором подписей. Люди с большим энтузиазмом подходят, когда узнают про нашего кандидата. Инструктируют, что можно подписываться только за одного кандидата. Мы приняли решение с Дмитрием Алексеевичем участвовать в сборе подписей по всей стране. Ну, скажем так, он идет. Вот сегодня мы планируем участвовать в Кишиневе. Потом мы перебираемся в Кагул. И с Кагула мы заедем в Камрад. И так будет каждый день, потому что сегодня, если кто-то хочет выполнить план пятилетки, показать, что за сутки они собрали необходимое количество подписей, как они там вчера задерживали людей в налоговой на работе и так далее, мы хотим, чтобы это была народная акция по сбору подписей за нашего кандидата. И будем это делать, может быть, не так быстро, как другие. Главное, мы хотим увидеть максимальное количество людей, очень много людей. Я получил тысячи писем в социальных сетях за последние несколько дней, что очень много людей хотят познакомиться с Дмитрием Алексеевичем, пожать ему руку. И меня это радует. То, что касается нашей позиции, позиции нашей партии, значит, мы должны достучаться до каждого гражданина в нашей стране, вне зависимости от национальности. Мы знаем, что нас, если говорить про сторонников нашей партии, у нас поддерживают люди во всех регионах страны, это ни для кого не новость. Мы будем бороться за победу. Скажу открыто, меня радует то, что справа уже есть 10 кандидатов. Еще 5 будет? Да, еще 4 где-то я им добавлю на следующей неделе, так, чтобы им не было скучно. Причем те, что я им добавлю, они лучше тех, что зарегистрировались, понимаете. Ну, пусть борются, как говорится. Вот, поэтому объявляю старт процедуры сбора подписей по всей стране. Хочу поблагодарить всех наших сторонников, пожелать успехов и инициативной группе. Попрошу быть очень внимательными. Хочу обратиться ко всем тем, которых заставляют собирать, заставляют подписываться. Модный хэштег про Лупу уже, знаете, да, в интернете, в социальных сетях и так далее. Значит, ребят, не стесняйтесь, выкладывайте в социальные сети видео, фотографии. Потому что я вам хочу сказать, что за Лупу они все собрали, за кандидата Лупу. Значит, они все собрали. Есть разница? Да, есть разница, потому что на следующей неделе... Там слитно или разделено? Да, да. Значит, на следующей неделе они уже начинают собирать подписи за тех, кто... Кто у тех людей, которые будут голосовать за кандидата от Демпартии. То есть уже четко работают инструктора отправящего режима по всей стране. Уже проводится работа с госслужащими. Людям выдают бюллетен, в котором проголосовали за Лупу, на руки. То есть люди просто должны прийти на избирательный участок, получить чистый бюллетень. Когда приходит день голосования, заходят в кабинку. Бюллетень, который им выдали заранее, они бросают в урну. А чистый они обязаны отдать на улице, как гарант того, что они сделали все честно. Это стандартный вариант карусели. Плохо дню просто привык на Пёрском с 60-х годов, и ничего, в принципе, менять вижу не хочет. У меня просьба к тем, кто за кого заставляет. Я буду проводить разъяснительную кампанию по всей стране. Если режим такой умный заставляет голосовать того или иного госслужащего за их кандидата, просто рядом с той печатью нужно будет поставить еще одну. И бюллетен будет признан недействительным. Это один из четких аргументов, как можно испортить те бюллетени, которые людям будут раздавать в налоговой, на железной дороге и в других госструктурах. Как будут фальсифицировать? И что будут делать все эти технологии? У них уже работает группа украинцев на территории Молдовы. Я вышел также на украинцев, которые занимались фальсификациями 10 лет, скажу вам честно. Они мне подсказывают, где, как искать эти проблемы. И мы будем давать очень жесткий отпор на любые попытки фальсификации. Хочу также отметить, вчера я выступил в социальных сетях, это больше для СМИ. Чтобы это дошло до всех граждан страны, хочу сказать со всей ответственностью, что Лупу реально не является основным кандидатом Плохотюка и демократической партии. Плохотюк поставил сегодня совсем на другого кандидата. И в ближайшее время мы вместе разберемся, кто этот реальный кандидат. И заодно проинформируем Мариана Ильича Лупу, чтобы он знал хотя бы, на кого его там разменяли. Потому что Мариан, как бы, это его последний политический рубеж жизни. Но человек должен знать, по крайней мере, как он политически будет умирать, из-за кого, из-за чего. Поэтому мы будем информировать и Мариана Ильича о всех этих задумках Плохотника. Касаемо наших основных позиций, чего мы будем добиваться по всей стране, и что мы будем делать после выборов, лучше скажет наш кандидат в президенты Дмитрий Алексеевич Башотюк. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем практическую работу по конечной цели, которой должна быть победа на президентских выборах 30 октября. И с последующей сменой власти в Молдову, с установлением здесь нормальной власти, которая сможет построить совместно с гражданами новое государство. Ренальд Георгиевич сказал, что они действительно готовятся фальсифицировать выборы. И одним из способов фальсифицировать выборы является то, что они сократили избирательную кампанию всего лишь до 30 дней, рассчитывая, что с их административным ресурсом, финансовым ресурсом, с их медийным ресурсом, они смогут всех задавить. Но задавить у них не получится. Сегодня мы начинаем сбор подписей за регистрацию кандидата. Каждая подпись за кандидата нашей партии – это подпись за смену власти в Молдове, за установление нормальной власти. Наша программа, она состоит буквально из одного пункта, она очень простая и понятная. Мы берем на себя обязательство, что избранный президент подпишет первый указ о распуске парламента, и это откроет путь для проведения в Молдове досрочных парламентских выборов. В результате таких выборов должна быть сформирована нормальная власть, которая начнет строить нормальное государство. Поэтому я призываю всех отдать свою подпись сегодня. В сентябре можно подписывать за кандидата, а в октябре отдать свой голос. Каждый голос за кандидата нашей партии – это голос против нынешнего режима, это голос против Плохотнюка. Таких людей, которые хотят смены этой власти, большинство. И мы уверены, что они нас поддержат. Спасибо всем. Есть ли опасения, что власть не допустит вашего кандидата, но признают подписные листы недействительными? Вы знаете, мы уже научены горьким опытом после 2014 года. Безусловно, я уверен, что попытки будут. Но вы знаете, два раза снимать нашу партию на это Плохотнюк не пойдет, из чисто тактических соображений, потому что это увеличит рейтинг нашей партии в два раза. И самое главное, что в прошлый раз, если они пугали всех внешних партнеров, что вот, усатый готовит кровавый Майдан, Антифа, автоматы. Сам проводил там с некоторыми голубыми артистами концерт свою поддержку. В тот день Плохотнюк все помнит, что, какое шоу он устроил. Значит, мы будем пресекать. Но, естественно, я уверен, что такие попытки мелкие, как, например, опять люди в наших майках будут раздавать кукурузу пакеты. Хотя наши люди, если будут раздавать, то они бы раздавали им презервативы, например, да, не кукурузу, картошки, к которой они привыкли. Мы, не было ни одного случая. Все решения суда, которые есть на сегодняшний день, оказывается, уже у нас не было автомобилей, использованных в компании на деньги за рубежа. Решения суда были аннулированы. Все протоколы, составленные работниками полиции на нас тогда для снятия с выборов. Все сегодня отаннулировано. Не предоставлено ни одному послу, они обещали всем, доказательства того, что мы использовали деньги за рубежа. Опять нет этих доказательств. Поэтому сейчас любая попытка, скажем так, по беспределу, опять задушить нашу партию. Не важно, какие инструменты будет использовать плахотник. У нас будет очень жесткий ответ. И я последний раз рекомендую, один раз я сказал у костра, но может быть немного эмоционально, но я сказал все правильно, то для плахотника лично повторяю последний раз. Значит, я ему не платон, не филат, и все остальные, которых он там одних сажает, других выпускает, дают показания друг на друга, Шор уже вообще вечный доносчик. Понимаете? То есть я вам скажу, что то, что появилось в прессе, что он дал показания на Платона, все видели эту вип-экстрадицию. Не было заседания апелляционного суда в Киеве, его уже чартером привезли домой. Ну, потому что Плахотнюк и Порошенко, вот недалеко находится их совместный актив в магазине «Детский мир», который они с Порошенко, купили много лет назад. Почерки у них одинаковые, хозяева у этих людей одинаковые. То, что меня пугают, я, можете найти в СМИ, три месяца назад сделал заявление, что Плахотнюк договорился с Порошенко, что когда я буду лететь авиакомпанией «Р-Молдова», посадить самолет в Одессе на запасной аэродром, якобы, что Кишинев не может принять, для того, чтобы я там был арестован, и как Плахотнюк выразился там, и мне в СБУ Украины это четко, дали стенограмму этого разговора, икс Порошенко, значит, что, говорит, «Усатва важно продержать 2-3 года, потом от его партии ничего не останется» и так далее. Сегодня ночью я увидел репортаж на «Уни-Медиа», где всем известный киллер, который был задержан в Румынии, где я участвовал, его экстрадиции с Москвы, и во многих других спецмероприятиях, которые покушался на Горбунцова в Лондоне, попытка убийства в Бухаресе, мне работники полиции Румынии скинули две недели назад видео, где он говорит открыто, что в прошлом году приезжали два очень важных человека с Кишинева, которые предложили сделку, «Дай показания на Усатва, мы тебе переведем, Молдавию освободим». Вот чем занимается Плохотнюк. Я об этом тоже говорил на пресс-конференции год назад, но меня не услышали. Вот то, что Плохотнюк этими полубандитскими методами действует и пытается задушить любого сегодня политика в Молдове, который реально борется с режимом Плохотнюка. Потому что у нас есть политики, которые имитируют борьбу с Плохотнюком. Есть те, кто борются. А борются реально те, которых он больше всего критикует на своих телеканалах. Пусть продолжают в том же духе. Статья, которая будет требовать арест Плохотнюка, чтобы он не думал, знаете, как на самом деле нету Плохотнюка, офшоров, оформленных на родственников, через которые выводились деньги Бема. И как он получал ушора, мы с этим разберемся. Но Плохотнюк сядет в тюрьму по статье 135, если не ошибаюсь. Это геноцид против собственного народа. И по этой статье сядет Плохиш, Махиш и вся его банда этих прихвостней, которые считают, что сегодня они являются хозяевами в республике Молдова. Они пошли против собственного народа. Они пытаются задушить, уничтожить любого. Диктатуру, и то, что Плохотнюк возомнил, что он устроит Молдавию на ближайшие 20 лет, у него не получится. Я добавлю на эту же тему. То есть от них можно ожидать чего угодно. Один из депутатов от Демократической партии, он договорился до того, что власть просто так не отдадут. Если кто-то попытается у них эту власть отобрать, это все закончится кровопролитием. То есть они пугают людей уже кровопролитием. Они действительно могут не зарегистрировать кандидата. Они могут снять его в любой момент с выборов. Они будут фальсифицировать выборы. И они потом могут не признать эти выборы. Но если они пойдут по беспределу, то есть и Плохотнюк, и силовики, которые на него пока еще работают, они должны понимать, что они будут нести ответственность за все, что они творят, в том числе уголовное. Этой статье, что я сказал, их можно посадить всех. А вдобавок, вот как они посадили филата по доносу Шора, сейчас вытаскивают одно дело за другим. Значит, мы, как Дмитрий Алексеевич станет президентом. Вчера кто-то написал в социальных сетях, предложил, говорит, президент может объявить референдум, да. Например, в некоторых странах есть должность вице-президента. Говорит, вы можете? Я говорю, послушайте, мне не важно, мы можем, конечно, выйти с таким предложением, но мне не важно, как будет называться должность, которую буду занимать. Потому что для граждан страны мы должны быть теми, которые освобождают Молдову от режима. Для Плохотюка я буду начальником гестапо, и поверьте мне, я буду самым серьезным начальником гестапо за всю историю земного шара. Поэтому те, кто пишут, вот за Усатого вы проголосовали в первом туре, мы плохо знаем Дмитрия Алексеевича Чубашенко, хочу четко сказать, что Чубашенко это мы, мы это Чубашенко, и не надо сегодня разделять, что Дмитрий Чубашенко это один человек, я это другой партия, третий и так далее. Да, Дмитрий Алексеевич беспартийный. Благодаря этому я знаю, что за него дадут очень многие голоса, те, кто, например, раньше не голосовали за нашу партию, или голосовали за другую. Все будет в порядке, мы обязательно добьемся того, что мы запланировали. Плохиш, вернусь к главному покемону Молдовы, значит, устроит серьезные фальсификации, сбросит 15 тысяч за Лупу, да, потому что я вчера считал, и хочу четко, чтобы было понятно, вчера я посчитал потенциал Лупу, который не дает ему права попасть во второй тур, и это является еще одним подтверждением того, что Лупу технический кандидат, да, то есть, чтобы не говорили, что Демпартия не выдвинула своего кандидата. Как Мариан согласится быть спойлером, все-таки человек соображающий, с определенным политическим опытом, это его проблема, потому что вот реально, вы поймите, если бы он хотел бороться за победу, он бы выдвинул там Канду Филиппа, он выдвинул Лупу для того, чтобы потерять и закончить его политическую карьеру. У Мариана Лупы сегодня рейтинг 1,5-3% раз. Процент добавляется голубых, розовых, которые за них проголосуют, потому что они голосовали за закон о недискриминации. Уже имеем 4%. Есть еще какие-то категории, связанные с каруселями. Ну, то есть, вы понимаете, Мариан набирает в целом 7%, 8% это потолок, понимаете? Я не верю, что он перевалит за 10%. Ну, мы желаем всем успехов, мы будем честно бороться, мы приедем в максимальное количество населенных пунктов по всей стране, и мы доведем до каждого гражданина. Устроят Плохотнюк Шуры-Муры, 30-го в первом туре, значит, эти Шуры-Муры приведут к тому, что просто Плохотнюка и его режим сметут чертовой матери 31-го числа, и ничего им не поможет. В соцсетях люди шутят, там, кандидат Рината Чубашенко, кандидат Дмитрий Усатый, мы не возражаем. То есть, я думаю, у нас получится очень хороший тандем, который даст очень хорошие результаты для Молдовы. Сила нашей партии, популярность и авторитет Рината Георгиевича, помноженные на мою готовность и решимость действительно сделать то, что мы запланировали, они дадут правильный результат. Послушайте, сегодня у нас реальное количество избирателей превышает не более 2 миллионов 300 тысяч человек в списках Плохотнюка и в его... Окружающие? Да, значит, 3 миллиона 200 тысяч. Значит, сегодня есть реально более 900 тысяч человек. Это правильно сказали. Сейчас уже за лупу голосуют. Армянское кладбище, в Бельцах и так далее. То есть там уже голосуют визуны, чтобы это было всем понятно. Но эти же голоса их и похоронят. Понимаете? Спасибо. 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 Субтитры создавал. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...